Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Что делать, если родители твоего друга настраивают его против тебя? Понятное дело, для нас, наши близкие, кровные родственники, они имеют некоторое первостепенное значение, хотя Господь в Новом Завете приоритет кровного родства упразднил. Он показал, что это не важно. Он показал, что человек в падшем разбойнике, ближе саморянин, иноплеменник вообще, потому что он к нему отнесся по-христиански. Он сказал, что враги человеку домашние его. Тоже этот стих мы должны упомянуть. Тоже мы о нем можем вспомнить, когда пытаемся через слово евангельское на этот вопрос ответить. Но в данном случае стих враги человеку домашние его, что могут человеку не помочь ближние, а даже из самых лучших побуждений только навредить. Это стих, который можно подсоветовать только, если бы был вопрос другой. Если бы ваш друг спросил и говорит, ой, батюшка, мои родители меня настраивают против моего друга, что мне делать? Ну вот это там можно учитывать. А поскольку все-таки вопрос со стороны, то не наше дело тыкать этим стихом, с твоим другом и говорить, ой, враги твои родители, давай не слушай их. А придется нам открыть послание к римлянам, апостолу Павлу, 12 главу, и прочитать самый последний стих из главы 21. Там большое рассуждение. Но вот последний стих вполне достаточно. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Вот это как раз тот принцип, который можно использовать вообще в любых отношениях. Там на работе, да, там как-то в личном общении. Всегда побеждать зло добром. Но вот здесь как раз та ситуация, когда вообще иначе не сработает. Если где-то там на работе сможешь задавить каких-то своих конкурентов, да, где-то там тоже кого-то можешь победить или скрыться, уйти, не решать эту проблему, и в принципе ничего, дальше живешь нормально. То вот здесь, поскольку ты ценишь своего друга, не хочешь с ним расставаться, а нельзя, ну там, взять и изгнать родителей, объявить их врагами и так далее, то выход только один. По сути, Господь вам сейчас сформулировал такую ситуацию, когда единственное решение, которое вам счастье принесет, это поступить по-христиански. То есть не закрылся от проблемы, не сломал все вокруг себя и вроде проблему решил, а нет, вот это тонкое-тонкое, трудное, но все-таки решение. Потому что здесь, в данном случае, вам надо разобраться, что раз я должен побеждать зло добром, а действительно в дружбе, ну, настрой против друга, это всегда, конечно, зло, то что мне для добра не хватает, куда добро может уходить, и понять, где мне не хватает добра, в чем претензии родителей друга ко мне, что я делаю не так. И действительно замечаешь, нет, я, в принципе, этим и этим хорош, а вот это родители моего друга смущают. Значит, я не то, что думаю, да не, принимай как есть. Это друг принимай как есть. А вот для его родителей надо усилить над собой некоторую работу. И это пригодится. Не только там для каких-то вот тетеньки, дяденьки среднего или пожилого возраста, да, а просто уже даже для самого себя, для спасения души это пригодится. И, в принципе, это пригодится тем людям, которые нас рядом терпят просто. Ну, потому что тоже за какие-то другие достоинства нас любят. Они смогут выдохнуть спокойно. И они нас будут уже не терпеть и любить. То есть люди, которые нас не любят, родители друга, они, может, не нас станут любить, но на следующую ступеньку будут. Они будут терпеть. Люди, которые не родители друга, которые нам терпят, ничего не высказывают, никого против нас не настраивают. Они смогут, наоборот, к любви нам приблизиться, поддержаться. Да, а те люди, которые нас любят, в том числе несмотря, терпя наши недостатки, они просто станут более счастливы, потому что им будет легче вас любить, потому что вы свой недостаток исправите. Кроме того, они, наоборот, иногда бывают, будут чувствовать, что это недостаток, ну, какое-то достоинство. Сказать, ну вот, ты там карьеру строишь и так далее, вот у нас там семейный бизнес, там какие-нибудь, может, богатые, влиятельные родители. А это какой-то там человек, вот, ну, что он там не готов ни через кого перешагнуть, по-христиански поступает что-то в храм, ходит молится с попой, ему мозги промыли. Да, вот это все как-то, то есть, ну, будут называть добро злом, все переворачивая с ног на голову. Но тогда им тоже надо как-то красоту христианства показать. Да, и в том числе этот друг вам может помочь, который скажет, ну, вот, пап, мам, смотрите, вот я стал как-то с более верующим своим товарищем общаться, и тоже, ну, на мне же это благоприятные впечатления. Вот я там не в клубе пошел и что-то там нюханул, да, а мы пошли с друзьями хорошо побеседовали, повеселились, на молодежное собрание в храм сходили, просто вместе помолились там, или собрались и в тот же клуб потом пошли на дискотеку, но уже ничего лишнего не вдыхали, да. Ну, радостно-радостно. Кто, думаете, на меня под влиял? Вот эти дети ваших бизнес-партнеров, да, с которыми вы хотите, чтобы я общался, отношения строить. Ну, это вы вспомните, вы же со своими бизнес-партнерами сидите, улыбаетесь, воззванный ужин, дорогой ресторан, а все равно этой радости вам не приносит. А вот точно так же вы хотите, чтобы я в такой ситуации оказался. То есть тоже можно, можно, если ты через свою жизнь показываешь людям Христа, понятно, все равно кто-то ополчится. Но они и не истинные друзья, от них можно держаться чуть-чуть ранее. Но зато человек, который ищет Христа, он укрепится. И поэтому, если вы сможете и своему другу, например, показать, что да, где-то я вот поработал над собой и улучшился, а вот где-то уже я улучшиться не могу здесь, потому что, по сути, твои родители требуют от меня не следовать за Христом, а вот как-то быть совсем другим человеком, быть человеком, который гонится за земным, за мамонной, за чем-то таким, то вот этим я не могу пожертвовать. Но если друг вам истинный друг, он это поймет, он увидит. Сначала ваши усилия, не забудьте только о них, в работе над собой, в том числе ради какого-то круга общения. А с другой стороны, увидите, что где-то вы поступиться не готовы. И тоже это он обязательно оценит. И даже несмотря на то, что родители ему будут говорить, все равно дружба ваша будет только крепнуть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова